Продолжение следует... Не слышно? Хорошо. Мы ориентированы в основном на применение оптогенетики как исследовательского инструмента для анализа каких-то сложных функций центральной нервной системы. И вот образец такого применения я постараюсь вам представить. Прежде всего, вот такой очень важный аспект нашей с вами жизни – это устойчивость к стрессу. Стресс-индуцированная депрессия, безусловно, является одной из важных проблем современности. Области мозга чувствительные к стрессу представлены наиболее чувствительные. Это префронтальная кора, это гиппокамп, это миндалина. Именно эти области мозга активируются у человека при действии на него стрессорных стимулов. Это томография. Естественно, эти же структуры вовлечены в проявление депрессии. И это у животных депрессивно подобное поведение – это гиппокамп, это амигдал, префронтальная кора и в том числе другие образования – это ядра стволовой части мозга. Это понятно, что каждая группа исследователей больше акцентирует свое внимание на своих интересах. Вот эта картинка отражает ту часть исследователей нейрональных механизмов депрессии, которая базируется на антидепрессантах старого поколения, влияющих на моноаминергическую нейротрансмитерсию, на серотонин, норадреналин и дофамин. Это долгодействующие депрессанты, один из наиболее популярных, кстати говоря, по рынку сбыта он намного превосходит, по-моему, диазепам, это флексетин. Но для того, чтобы получить антидепрессантный эффект, требуется его применять недели и даже месяцы. Ну вот, в последнее время наибольший интерес привлекли антидепрессанты, быстро действующие. Это прежде всего кетамин, это антагонист глютаматных NMDA рецепторов. И вот здесь вот другая группа исследователей обозначила нейрональные цепи устойчивости к стресс-индуцируемой психопатологии. Вы видите, это глютаматы, опять же, гиппокампа, глютамат медиальной префронтальной коры и амигдалы. Тут же присутствуют и гампергические, и дофаминергические группы нейронов. Мы тоже исследовали, какие изменения в экспрессии генов глютамата, то бишь тех генов, которые отвечают за обмен, рецепцию. И транспорт глютамата в разных отделах мозга при действии кратковременного стресса. Это двухдневный стресс вынужденного плавания. Первый значок это через 40 минут, а второй через 120 минут такого стресса. И видно, что, тем не менее, происходят изменения уровня матричной РНК вот этих генов в ряде, структур мозга. Но они такие, мягко говоря, не очень выраженные. Почему? Потому что стресс индуцирует депрессивно подобное состояние не вот так вот молниеносно, а требуется длительное, как правило, действие стрессорного фактора. И когда мы проанализировали экспрессию этих же генов у животных в отделах мозга, которых стрессировали две недели, либо ограничивая их подвижность тесных клеток в течение часа, либо принуждая к плаванию, то мы обнаружили явное снижение экспрессии субъединиции анотропных рецепторов глютамата. Вот опять-таки в гиппокампе. Поэтому гиппокамп и глютаматологическая нейротрансмиссия этой структуры мозга привлекла наше внимание. Тем более, что имеется масса исследований, посвященных нейротрансмиссии глютамата в префронтальной коре. У устойчивых индивидов это все крысы, естественно, мыши. Эта нейротрансмиссия усилена. Терминали, выходящие из префронтальной коры, идущие в нуклеосаккумбенс, более активно выделяют глютамат и активируют эти нейроны хвостатого ядра, чем у чувствительных к стрессу животных. Это же можно наблюдать изменение нейротрансмиссии дофамина. Тут уже обратный ход из области покрышки в хвостатое ядро. И те животные, которые более устойчивы к стрессу, у них здесь нейротрансмиссия снижена. Эти исследования довольно активно развиваются. И, как ни странно, но это вообще с моей точки зрения не очень странно, оказалось, что ключевым является, по мнению этой группы авторов, изменение экспрессии РО-ЖТ-фазы. Эта ЖТ-фаза участвует в организации поддержания целостности актиного цитоскелета, то бишь сугубо внутриклеточный белок. И тем не менее он оказывается ключевым, уровень его экспрессии оказывается ключевым для проявления депрессивно подобного состояния. Ну вот здесь это более подробно указано. Важным является субъединичный состав вот этих рецепторов глютамата. Вот это нейрон префронтальной коры, вот это нейрон нуклеоз аккумбенс. И вот эти вот глютаматные рецепторы, содержащие субъединицию ампа рецепторов А2 типа, они здесь, когда экспрессируются, вот эти рецепторы, то это способствует проявлению устойчивости к стрессу. Естественно, не только в нуклеоз аккумбенс, но и в гиппокампе. Хронический стресс также, вот тот, который вызывает длительную, длительный хронический стресс вызывает депрессивно подобное состояние, он влияет на эту самую глютаматологическую нейротрансмиссию, в аккурат, изменяя возбуждение вот этих вот ампа рецепторов глютамата. Вот при стрессе их активность падает. При добавлении вот этого антидепрессанта флюксетина в рацион этих животных в течение двух недель, все это несколько исправляется. Исправляется в том числе и экспрессия вот этой вот субъединиции ампа рецепторов. Но ампа рецепторы оказываются, по мнению ряда авторов, ну это в частности Думан, ключевыми участниками устойчивости к стрессу при действии кетамина. Вот этот кетамин, он повышает экспрессию глютаматных постсинаптических рецепторов. И это, по мнению авторов, приводит к повышению устойчивости индивида к стрессу. Но это все в префронтальной коре в нуклеосаккумбенс. А другая группа, очень известная группа нейробиологов, возглавляемая Брюсом МакКивеном, который внес огромный вклад в исследование стресса и связанных со стрессом патологий. По их мнению, обратите внимание, я говорил, что повышение глютаматаргической нейротрансмиссии ваккумбенс, идущий из префронтальной коры, повышает устойчивость к стрессу. По данным МакКивена, в гиппокампе все наоборот. Если вот это вот терминаль глютаматаргического нейрона, если высвобождение глютамата, вот эти красные шарики, из этой терминали снижается, то эти индивиды оказываются устойчивыми к стрессу. Из-за чего это происходит? Из-за экспрессии на прессе, на психотической терминале метаботропных рецепторов глютамата, которые, собственно, и регулируют вот этот выброс. Когда этих рецепторов мало, глютамат выходит мощно, и, по мнению МакКивена и его коллег, приводит к снижению устойчивости организма к стрессу. Хронический стресс вызывает и грубые морфологические изменения. Это шипиковый аппарат клетки стрессированного животного. Это нормального. Их резко снижается, но снижается и, соответственно, в коре все это. И где же действует глютамат? В каких местах глютаматаргического трехкомпонентного синапса? Это он здесь изображен. Вот это присинаптическая терминаль, посинаптическая. Это глиальная клетка глии. Вот теперь это все называется трехкомпонентным синапсом. Вот это вот рецепторы. А вот такие штучки, это, собственно, и есть глютамат. Вот эти коричневые. Вот он здесь, кетамин. И он взаимодействует с рецепторами НМДА типа. Он их антагонист. Вот эти палочки свидетельствуют, что он их блокирует. Так вот, он может блокировать их как на постсинаптическом нейроне, так и на интернейроне, который регулирует активность при синаптической терминале. Ну вот тут вот, видите, поскольку основная идея состояла в том, ну, так много фактов о том, что повышение глютаматергической нейротрансмиссии, по крайней мере, в некоторых отделах из префронтальной коры в нуклеус оккумбанс, это антидепрессантный эффект. Активация этой нейротрансмиссии в коре, это антидепрессантный ответ. А тут вдруг антагонист этих рецепторов является очень быстро действующим антидепрессантом. Тут, естественно, начались всякие поиски путей, каким образом это же может быть. И сформированы были вот две, в определенном смысле, альтернативные гипотезы. Первое, это, ну, вот это просто нормальное устройство этой системы, глютаматергический нейрон, интернейрон. Глютаматергический нейрон активирует интернейрон. Ну, и, соответственно, если блокировать этот синапс, вот как вот тут вот это происходит, то тогда ингибирующее действие интернейрона на глютаматергическую нейротрансмиссию будет ингибировано, и активность этого нейрона будет дезингибирована, поскольку блокирован угнетающий эту нейротрансмиссию интернейрон. Второй вариант, второй вариант, честно говоря, мне не очень понятный, но тем не менее. Значит, это вариант, связанный с тем, что кетамин действует прямо на глютаматные рецепторы, вот они, НМД типа, самого глютаматергического нейрона. И в результате этой ингибиции этих рецепторов, этот нейрон в компенсацию блокад этих рецепторов повышает свою активность. Но, тем не менее, вот такая идея есть. Различить их какими-то способами фармакологическими не представляется возможным. И поэтому, значит, естественно, было бы подумать, что здесь можно использовать оптогенетику. Я ее повторять не буду. Это действительно каналородопсин, специфическая активация определенных нейронов в мозгу экспериментального животного и анализ его поведения. Естественно, такие исследования были неоднократно. А вот здесь суммированы результаты 12 таких подобных работ, которые использовали оптогенетику для исследования депрессивно-подобного поведения. Вот эти стрелочки – это снижение депрессивно-подобного поведения, это усиление, это, соответственно, фотостимуляция, фотоингибирование. Но все это концентрировалось вокруг нейронов и проекции этих нейронов из медиальной префронтальной коры. Ну, и что здесь видно сходу, это то, что вообще говоря, ну, большой ясности нет. Почему? Потому что вот проекции этих нейронов в один, в одну область мозга, активация их повышает депрессивно-подобное поведение, стимуляция этих проекций в другую, но это нормально вроде как. Но вот здесь есть другие факты, например, и активация, и ингибиция этих проекций в серотонинергическое ядро среднего мозга приводят оба, и активация и ингибиция к снижению депрессивно-подобного поведения. А вот здесь вот, вот тут вот, и ингибирование, и активация этих путей, по данным одних исследователей, приводит к повышению депрессивно-подобного, по данным других, наоборот. То есть сама по себе оптогенетика, несмотря на ее такую, в общем, высокую разрешающую способность, подчас не позволяет сделать окончательное решение относительно того или иного участия определенной группы нейронов в проявлении поведения целостного организма. Ну вот, а гиппокам здесь вообще говоря, особенно дарзальный гиппокам, который традиционно считается центром пространственного ориентирования и памяти, он вообще говоря и не участвовал. Ну я вот здесь вот особенно благодаря моим предшественникам не буду перечислять этапы вот этого пути оптогенетического. Мы вообще говоря собирались купить, а они коммерчески доступны сейчас, векторы, причем самые разные, которые способны экспрессировать в нужном типе клеток опточувствительные каналы. Но вот, к сожалению, в России это может быть полезная информация для тех, кто собирается этим заняться, вот еще не имея в этом опыта, купить это здесь не удается. Поэтому мы собирали вот это все у себя в лаборатории, ну естественно, потом вводили в мозг, экспрессировали, проверяли, действительно каналы чувствительные. Вот это вот эксперимент с оптотродом, оптотрод это такая штуковина, вот это купить можно. Значит, она позволяет освещать и тут же регистрировать электрическую активность освещенных нейронов. Но мы использовали и более такие специфичные относительно клеток, экспрессирующих фотоканалы, ну или там трансвекторы, показатели. Это ген раннего ответа, сифоз. Он традиционно используется как показатель активности клеток. И вот эти вот клетки, это с контрольным вектором, то бишь там был такой же вектор, как и несущий канал, но только он этого канала не имел. И вот когда мы проанализировали буквально через 20 минут после освещения, это в мозгу, это срезы мозга. То там, где был фотоканал, сифоз повышал свою экспрессию. Там, где были только IGFP, ну то есть флюоресцентный белок без канала, там этого не было. Ну и вот видно, что только те клетки, которые экспрессируют фотоканал, они в разной степени активировали и экспрессию сифоз, и значит повышали свою активность. Длительное время, но это уже наш личный интерес, наше внимание привлек другой потенциальный показатель нейрональной активности, и более того, участника вот этих вот нейробиологических процессов устойчивости к стрессу. Это антиапоптозный белок BCLXL. Ну здесь также вот в клетках, которые экспрессируют тока зеленый флюоресцентный белок, он не активировался после освещения в мозгу. Это все ин виво было сделано. А вот там, где этот канал был, экспрессия этого белка серьезно повысилась. Ну прежде всего она повысилась в клетках, которые экспрессировали, и довольно высоко экспрессировали. Вот это тоже что-то такое экспрессирует, но BCLXL в ней все равно не очень сильно вырос. А вот те, которые хорошо экспрессировали канал, там резко повысилась экспрессия этого белка. Но кроме того, было повышение и в окружающих эти нейроны клетках. Вот количественная оценка. Сифоз экспрессировался, повышал свою экспрессию исключительно в тех клетках, которые экспрессировали ченалородопсина. Это нейроны глютамотергические, поскольку там был использован этот самый КАМК-2А, промотор специфичный для этих нейронов. А вот тут вот BCLXL экспрессировался не только в тех клетках, которые экспрессировали канал, но и в окружающих клетках. Это очевидно те клетки, которые получали дополнительную стороннюю импульсацию от тех, которые были фоточувствительны. Ну вот, когда мы взяли этих животных, у которых в ЦА1, это область гиппокампа, был экспрессирован вот этот вектор фоточувствительный, и стали тестировать этих животных этот тест на депрессивно подобное поведение. Суть теста состоит в том, что, находясь в этой неприятной ситуации подвешивания за хвост, животное стремится от него освободиться, и чем оно активнее это делает, тем, значит, оно менее подвержено проявлению депрессивного состояния. Вот по этому волокну в эту самую область ЦА1 поступал синий свет. Эксперимент строился таким образом, что периоды без света чередовались передами со светом, и вот, когда света не было, животное очень интенсивно сопротивлялось этой ситуации. Когда давали свет, оно зависало. То бишь, вот здесь вот получалось так, что прямая стимуляция вот этих пирамидных нейронов гиппокампа приводит к проявлению депрессивно подобного поведения. То бишь, ну, скорее всего, там что-то такое есть, связанное с непосредственным действием кетамина на эти самые нейроны, по крайней мере, возможно, в гиппокампе. Но ответы на это все равно, насколько это функционально, нет, но это количественная оценка этого поведения, когда поведение обезбеженного состояния, когда был свет включен, а когда не включен, вот у тех, у которых без канала вектор и с каналом, видно, что там совершенно ясно проходила активация вот этого вот депрессивно подобного поведения. Но понятно, что нейроны гиппокампа напрямую не... Вот он, этот пирамидный нейрон области СА1 гиппокампа. Напрямую он не управляет движениями животных. Он должен послать куда-то сигнал в те области, которые могли бы это все и осуществить. Вот его связи. Вот это все внутри гиппокампальные связи, но есть выходы через субикулум в корковые и подкорковые структуры. Ну и мы решили посмотреть, какие структуры будут наиболее активированы, опять-таки по такому критерию, как экспрессия СИФОС, после завершения теста. Мы выждали 2 часа. Зачем? Потому что сам тест по себе это довольно сильный активатор экспрессии этого же самого СИФОС. Но вот через 2 часа после окончания теста у контрольных животных, ну более-менее они повисели, покрутились на хвосте. И у них во фронтальной коре экспрессия СИФОС, это красная метка, ослабла. А у тех, которые получали дополнительную фотостимуляцию, эта экспрессия СИФОС, следовательно, активность этих нейронов оставалась повышенной. То же самое мы наблюдали и в гиппокамбе. У контроля, значит, здесь уже более-менее успокаивалась экспрессия СИФОС через 2 часа, а у тех, которых освещали, еще нет. А что с BCL-XL? А с BCL-XL все оказалось наоборот. Как раз у тех животных, у которых экспрессировался ченнелродопсин, экспрессия этого BCL ослабла, а у контроля оставалась повышенной. И то же самое и в гиппокамбе. Тут мы вспомнили свои... Да, мы решили, во-первых, проверить. Ну и что там этот BCL? Это внутриклеточный белок, не хуже этого раса. И влияет на поведение. Мы тогда его решили подавить его экспрессию в CA1 при помощи ТЭТОН-системы, ну и вектора, который экспрессировал антисмысловую последовательность к этому, к МРНК, этого белка. Удалось несколько сократить эту экспрессию. Это видно здесь, и вот это количественная оценка. Ну и когда мы запустили этих животных в аналогичный тест на депрессивно-подобное поведение, их пускают в сосуды с водой, и если они там перестают барахтаться, это свидетельствует о том, что у них там предрасположенность депрессии. Вот, и эти такие животные прекращали барахтаться гораздо эффективнее. Значит, сам BCL XL, ну что-то такое имеет. И действительно, если посмотреть вот экспрессию этого белка в гиппокампе, то вот те животные, у которых экспрессия BCL в гиппокампе повышена, они оказываются более, вот этот, кстати, тест, они оказываются более устойчивыми, то бишь у них не увеличится состояние неподвижности при повторном плавании. Как это может быть вот здесь показано, но это уже не только и не столько наши данные, это группа уже из Чикаго. Они показали, что есть вот несколько процессов, которые могут повлиять на функцию нейрона за счет изменения экспрессии этого внутриклеточного белка. Ну и что мы таким образом имеем? Мы имеем вот такой вот интересный факт, а именно повышение проявления депрессивно подобного поведения при оптостимуляции. Ну и тогда надо бы выяснять, а как же это соотносится с изменением активности нейрона. Вот тут может помочь вот как раз фармакологическое, ну уже просто фармакологическое, не оптофармакологическое воздействие. Это вот этот самый кетамин, это быстродействующий депрессант. Через два часа после введения, он действительно снижает проявление депрессивно подобного поведения в тесте подвешивания за хвост. Но это не только такое вот, так скажем, счетное проявление, но самое удивительное для нас было то, что он оказывается и резко снижает повышение уровня гормона стресса в крови, это кортикостерона. Ну это жуткий стресс, безусловно, для животного. Уровень кортикостерона резко повышается при этом стрессе, если животным перед ним водили до стресса. Физиологический раствор. А если кетамин, то вот активации почти нет. А то, что эта активация может быть действительно связана с проявлением ее поведения, это об этом говорит вот корреляция между уровнем кортикостерона и проявлением вот этого депрессивного поведения. Ну а какие области мозга при этом активировались? Мы дешевле, конечно, чем считать там гистофлюресценз, это достаточно трудоемкий процесс. Прежде всего мы взяли и оценили уровень матричной РНК, сифоз в разных отделах мозга, вот они перечислены. У животных, которые перед тестом получали инъекции физиологического раствора, первые два столбика, ну и те, которым перед тестом водили кетамин. Но половину каждой группы мы стрессировали вот тем же самым жестким способом подвешивания за хвост. И вот эти красные стрелки, красные стрелки вот эти вот, показывают, насколько увеличивалась экспрессия сифоз в перечисленных отделах мозга контрольных животных. Видите, как во всех отделах исследованных, уровень матричной РНК этого гена раннего ответа при стрессе повышался. Что делал кетамин? Собственный эффект кетамина был, ну, несколько неожиданным. Он тоже повышал экспрессию сифоз вот во фронтальной коре и в стволовой части мозга. Но при этом происходила вот такая вот замечательная вещь. Активация стрессом вот у этих животных экспрессии сифоз просто резко снижалась. И это вот видно по вот этим вот желтым стрелкам, которые во всех отделах мозга меньше, чем красные. А в двух отделах, это в гиппокампе и в стволовой части мозга, такой активации на фоне кетамина вообще обнаружить не удалось. Когда мы сделали иммуногистофлюресценцию, чтобы посмотреть, ну, матричная РНК-то матричная РНК, белок белком. И вот это вот что? Это САДБИ-2, это маркер глютаматных нейронов. Это префронтальная кора. А вот это вот зелененькое сифоз, я не знаю, вам видно или нет. Вот. То бишь это экспрессия сифоз вот в глютаматных нейронах префронтальной коры. У животных, которые получали физиологический раствор и глютамин в базальном уровне. Ну, вот здесь вот она повышена. Ну, и здесь она также повышена немножко. Видно, при двойной окрашивании. Но стресс он резко повышал экспрессию сифоз у контрольных животных. Ну, и у этих тоже немножко повышал. Но заметно меньше, чем у тех животных, которые получали перед тестом физиологический раствор. Вот это количественная оценка этого результата. Ну, и тоже видно, что у контрольных животных экспрессия сифоз при стрессе резко возрастала. У этих просто от кетамина. И практически не повышалась при стрессе. Это для всей популяции. Просто мы оценивали сифоз и больше ничего. А вот это вот двойное мечение, которое вы только что видели, это изменение экспрессии сифоз в глютаматных нейронах префронтальной коры. Ну, и теперь, что у нас получилось. Между эффектами кетамина и оптогенетической активации глутаматергических нейронов СА1 наблюдается определенная согласованность. В чем эта согласованность? Кетамин повышал базальный уровень экспрессии сифоз во фронтальной коре и тем самым резко снижал его активацию при стрессе, что сопровождалось снижением проявлений депрессивно подобного состояния. Оптоактивация СА1 нейронового временного теста повышала экспрессию сифоз при фронтальной коре, то есть стимулировала ответ этого гена на стресс, что ассоциировалось с депрессивно подобным поведением животных. Ну, и смыслом. Кетамин ослабляет вызванные острым стрессом депрессивные симптомы и индуцирует изменения экспрессии сифоз в мозге, которые напоминают некоторые эффекты стресса. Следовательно, индуцированная стрессом активация некоторых нейронных популяций в мозге действует против симптомов депрессии, и стимуляция этих нейронов в предварительной обработке кетаминов способна повысить устойчивость к стрессу. То есть не всякая активация после стресса является патогенной, а часть из нее является той, которая свидетельствует о сопротивлении организма действию стресса. Вот это вот коллектив, наш небольшой коллектив, который все это делал. Вот они здесь все перечислены. Это наш институт в Новосибирске, в Новосибирском академгородке. Вот, естественно, весь прогресс, тем более это у нас с вами школа, основной прогресс в новых научных направлениях обеспечивают молодые научные сотрудники. Это вот Дмитрий Ланшаков и студентка нашего университета Ульяна Дрозд. Вот они вот здесь вот что-то там делают с введением оптоволокон в мозг животным. Но я, честно скажу, тоже не уклоняюсь экспериментальной работы и благодарю за внимание. Спасибо. У нас есть время для нескольких вопросов, если у кого-то есть вопрос. Мы идем сейчас фотографироваться на первый этаж все. У меня к вам такой вопрос. Вот вы все время говорили, что кетамин блокирует НМД-рецепторы. Но НМД-рецепторы, они же в принципе заблокированы уже магнием и ионами магния. Они как бы не активируются, если только не происходит ситуация типа как ЛТП, когда есть массивная стимуляция и деполяризация через АМП-рецепторы. То есть не очень понятно, как кетамин работает, если они и так уже в принципе не активируются. Ну, он тем не менее. Кетамин тем не менее работает. И он действительно является антагонистом этих рецепторов. То есть это его фармакологическая функция. Я лично не занимался электрофизиологией эффектов кетамина. Я поэтому не знаю, как оно там действует. Но вот то, что мы получили в рамках физиологического исследования, я вам показал. Но я думаю, что это не только мы показали довольно быстрые эффекты поведенческие кетамина, но есть они и у других групп авторов. Они из больных? Они их открыли вообще в клинике? Да, обнаружили в клинике. И ко всему тут ведь все это разворачивается на фоне стресса. На фоне стресса. Уходит. Как-то. Кетамин там все время и действует все время. Но ди-рецепторы активируются только на веках. Но этого времени и хватает. Еще есть вопрос? Пожалуйста. Я не понял, кетамин это уже лекарство или просто препарат для исследования? Клинические исследования проходят и довольно успешно. Но глютамат, он вообще говоря, нехорошая мишень. Слишком много на нем завязано. И поэтому всякие глютаматергические антидепрессанты пока еще вот так вот в аптеках не продают. Пожалуйста, вот есть кетанол. Насколько он отличается от кетамина? Кетанол давно применяется как мощный анальгетик, быстродействующий. Нет, ну так это вообще, кетамин он вообще анастетик. Его используют в хирургической практике. Но в дозах на порядке больше, чем то, что используется вот для достижения антидепрессантного эффекта. Это низкие дозы. Они, ну вот, для примера, сотню нанограмм, миллиграмм на килограмм надо ввести, чтобы получить анестезирующий эффект кетамина. Понятно. И если можно, еще один маленький вопрос. Николай Николаевич, вот вы как модель стресса используете длительное плавание животного. Пяти минуты. Но ведь при длительном плавании животного, нет, ну вы говорили, что две недели там, поскольку-то оно идет. Ведь наступает же, это же не только психоэмоциональный стресс, но это и идет истощение, биохимическое истощение, медиаторное истощение, это физическое истощение животного. Поэтому вот эти межцентральные взаимоотношения, изменения там, скажем, префронтальной, карибазальных ядер и так далее, они могут быть связаны не с самим стрессом, а связаны с вот этим истощением биохимических, медиаторных процессов. Дело в том, что вообще для животных, вот крыса вообще плавает, с удовольствием плавает на самом деле. Она не любит плавать, когда не может вылезти из банки по своему желанию. Но судя по весу тела и даже по такому проявлению депрессивно подобного состояния, как ангидония, то бишь отказ от потребления сахарозы, ничего страшного там не происходит. Даже вот при двух неделях, ну то есть в том плане, что там она не теряет веса, а просто несколько замедляет прирост по сравнению с контролем. — Извините, вопрос такой, а что происходит с обучением и памятью на фоне кетамина? — Ну, вообще говоря, я думаю, что это будет происходить в зависимости, я сам этим не интересовался и не занимался, но низкие дозы кетамина, я думаю, могут влиять на эти процессы, но в зависимости от состояния животных. То есть, если это состояние действительно стрессорное, то успокаивая вот этот вот стрессорный уровень, обучение может быть несколько улучшено. Если это нормальное состояние, то обладая все-таки некоторым вот таким успокаивающим эффектом, это будет, очевидно, заторможение обучения. Но это надо исследовать. — То есть, НМД-рецепторы для обучения памяти, ну, не всегда нужны, получается? — Нет, они-то нужны, но... — Тут мало предсказано. — Спасибо. Мы завершили нашу программу. Спасибо еще раз всем докладчикам. — Спасибо.